Итак, друзья, у нас в Комментаторское пришел один из первых героев сегодняшнего дня, их будет много, но Ян успел к финишу быстрее всех, поэтому он у нас, поздравляю, Ян, с победой. Спасибо. Вышел на плюс два. Все по плану идет? Не знаю, по плану, главное, в такой турнире, главное, финишировать. Как показали турниры в этом году, то есть, даже если ты начинаешь финишировать, это далеко не ошибка, просто финишировать. Это уже хорошо, да. Уже полдела, да. Понятно. Соскучился по живым турнирам, не надоело дома сидеть? Вы знаете, думал сначала, что соскучился, а вот такой стресс просто, чтобы куда-то из дома выходить, не с целью в магазин, не с целью погулять, а с целью какой-то делом заняться, каким-то делом. То есть, я там уже говорил там на... Непривычно, да? Да, я уже говорил, что у меня был там режим примерно, что вот от кровати там к креслу компьютерному, да, и потом обратно, вот такой, ну, нехитрый маршрут. Я к нему, честно говоря, так попривык, да, то есть, ну, понятно, что там были какие-то другие, скажем так, активности, да, но... Ну, тело... Турнирное, да, это... Да, не привык. Я такое ощущение, что я вот, не знаю, вот он уже, вот у меня, как это, рука устала, рука привыкла лежать на мышке, а тут надо куда-то тянуться, да, да, конечно. Вот, вот, друзья, вот, вот все наши движения, да, то есть, какие-то... Ужас, ужас, тяжелая неказиста жизнь простого шахматиста. Жизнь любого иста в наше время. Германиста. Всех спортсменов тоже хотели бы посочувствовать всем спортсменам, но мы шахматисты еще можем играть в интернете, да? Шахматисты... А как баскетболисты вот это вот все делают? Шахматисты хорошо в размеры ложатся, вот, например, биатлонисты уже... А, биатлонисты, да. Не так красиво звучит, да, шахматисты. В общем, поэты всех стран, объединяйтесь, соединяйтесь и шахматистов прописочивайте. А пока мы посмотрим партию антипов-непомнящей, прошу диаграмму на экран. Да, ну, Миша играет очень много разных дебютов против, ну, против сицилианской, в частности, против Найдашова. Зато он знает, что ты играешь только один вариант, да? Ну, как показала практика, не только один вариант, да, точно. Ну, вот здесь сейчас той ход, с Никитой пошел А4, со мной пошел А3. То есть, вряд ли он, вряд ли не донес, скорее всего, таким было задумано. Может быть, как раз-то самая мышца, да? Да, ну, значит, получается, такая партия игралась, ну, то есть, вариант там, по себе, довольно забавно. Но его Магнус играл несколько раз, да, то есть, там еще кто-то играл, там, не знаю, Корякин, да, против Аниша. Ну, то есть, попытка какой-то сделать полезный ход, чтобы на Е5 ответить конь Ф3. Ну, честно говоря, не знаю, ну, скорее уж, слон Е3, Е5 конь Ф3, такая главная таби. А4 Е5 конь Ф3 больше смысла. Ну, А3 для меня выглядит ход, ну, наверное, не самый полезный, то есть, примерно. Ну, то есть, ну, по идее, если черные поставили уже Б5, белые, там, должны играть А3, но делать это наоборот, ну, без нужды я бы не стал. Хотя, вот сейчас модный, да, то есть, там, в разных сицилианских, там, просто какой-то потерять темп, и потом его, ну, как, полезный якобы ход. Вот, ну, то есть, я решил как-то попроще сыграть, то есть, я там, много подобных партий у меня было на разные, вот, Хито и Найдорфы, то есть. Ну, в моем понимании, на среде стратегических, на среде стратегических, это слон G5, слон ГТФ6, вот. Вот, ну, после чего белый, такая позиция, ну, довольно приятная, конь на Д2 на С4 на Е3, ну, то есть, может быть, там, ход А3, опять же, не самый полезный, но окей. Вот, ну, А6, ход, наверное, сопряжен с некоторым стратегическим риском, да, что конь теперь на А4 на Е5 идет с большим удовольствием. Вот, ну, с другой стороны, черный, ну, немножко я решил, что можно сыграть амбициозно. Да, слон Б3, ну, похоже, что сделал с Никитой, насколько я помню, еще только там пешка на А4 стояла. Конь С6, ну, это небольшой просчет, то есть, ну, как может большой, я не знаю, я просто думал, что слон Е3, у меня идея везде пойти конь А5, ну, и на С4 я лезу и какой-то темп получаю. Ну, конкретно здесь конь Д5 довольно неприятный ход, как я вижу, и на комбит Б3 слон Б6, да, и, в общем, мои достижения таковыми не являются, да, ну, то есть, я думаю, что ничего страшного, на самом деле, на слон Е3 можно пойти, пардон, на слон Е3 можно пойти ладят С8, пока сделать полезный ход. Ну, вот эту позицию я не могу ценить, ну, мне казалось, как-то, может, конь А4 там сыграет, как бы, да, то есть, там, будет как-то фигуры выбрасывать. Ну, то есть, на конь Д5 комбит И4, ну, позиция такая, то есть, она легко может оказаться опасной, но, с другой стороны, ну, вот, обмен ходами, А3 и А6, мне кажется, ну, А6 чуть полезнее. Вот, значит, ну, после этого два нуля ладят С8, ну, здесь был принципиальный момент, на мой взгляд, А3 ход, ну, такой чуть-чуть вялый, да, так можно было взять, взять. Да, странный ход, А3 я вообще не понял. Пойти конь А4, ну, видимо, ну, весь план не совсем хороший, конь А4, да, так, 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 ну, и тут, в принципе, G5, конь G6, я бы, наверное, все-таки взял белых в конце, ну, все-таки, ну, слон против коня, вот, Д5 особое, ну, такое освобождение, когда структура уже немножко такая скомплементированная, оно мало что дает. Вот, я думаю, у короля F7 принципиальный ход, да, все-таки, чтобы там G5 с темпом отбросить. Ну, и да, здесь принципиальный F4 взять. Теперь, если бить ладьей, то можно пойти, по-моему, в G5. Ферзь H5 шаг, король G8. Ферзь G6 шаг, слон G7. И белые запутаны. Да, и белые, то есть, мало того, что теряют, что еще с ферзи потеряют после конь Е7, конь Е7 или конь Е5. Вот, поэтому нужно бить слоном, мне казалось, Еф сломит F4. Так. Ну, принципиально, G5. И вот здесь, ну, большой, я так понимаю, выбор за обе стороны. То есть, может быть, какие-то проводят удары сломит D6, я не удивлюсь, да, то есть, там, сломит D6, потом ферзь H5, да. Ну, сломит D6, может быть, я беру неожиданно на H4, там, с другой стороны, Е5. Ну, вот здесь, по крайней мере, это видно, что большой риск. То есть, это, по крайней мере, нужно было бы считать. Ну, слон G3, правда, я думал, такой есть ход. На сломит H4 не слон G7, но, по-моему, слон Е7. И, как ни странно, вот ферзь H5, я хожу король G7, и, как ни странно, вроде все в порядке. Хотя, могу очень сильно заблуждаться на этот счет. Но мне казалось, что, может быть, где-то Е5 надо включить 5 копеек, там, чтобы конь на Е4 шел. Ну, тогда я конем побью на Е5, да. Ну, я надеялся, что у меня все сложится, вот, но мне не пришлось ничего считать. Ну, практически, кроме того, что я за время соперника считал. Да, слон Е7, конь H2. Тут я понял, что главное не мешать, да, потому что все-таки конь G4 получает очередная позиция. Но у белых такая слабость на G4. Ну, мне кажется, как-то испанская идея в социлянке как-то тут не работает. Нет, идея такая есть, разумеется. Но вот здесь большая проблема в том, что сыгран на А2, А3, мне кажется. То есть, везде было бы на сломит B3 и АБ. А здесь белым приходится, ну, решаться сразу на какие-то стадионические уступки идти. Ну, я вот думал, погиб здесь еще. И на взятие слон G5, ну, мне как-то не странно показалось, что может это малодушие. То есть, есть какая-то идея, типа, пойти просто G3, играть где-то F4. Может быть, не так плохо, да. То есть, у меня, по идее, хорошая структура, только одна слабость на D6. Но, по идее, белым играть тоже не так сложно. То есть, конь D4, F4, король на G2 приподнимется, но и как-то позиция ближе к равной. Я поэтому чуть более амбициозно сыграл, слон G5 сразу. Ну, понятно, бить на D6 пешку нельзя, там белые проиграют из-за того, что линия скрылась. Там, где-то конь E2, F4, F4 мат. Ну, это принципиальный ход, конь D5. Ну, это здесь, да, пардон, это конь D5, конь D4, C3. Ну, слон Bc1, мне казалось важно, чтобы ладьян F1 осталось, что где-то был темп. Да, и вот здесь интересный вариант довольно, слон Bg4, F5, Bb7. Ну, вот здесь, не знаю, я немножко с одной стороны малодушно сыграл, с другой стороны. Ну, вот принципиальный был ход, ферзь G5. Ну, идея какая, что конь E7, король H7, допустим, конь Bc8 проигрывает по понятным причинам, слон F3. Вот я это показал в эфире. Да, да, есть идея пойти, ну, например, король H7, вместо конь C8 начать с хода F4. Так, это интересно. Допустим, взять здесь, ну, по идее, я должен ходить F3. Ну, если я чего-то хочу добиться вообще в этой жизни, да, там, ну, коня где-то отыграют, где-то еще шахи висят неприятные. Ну, скорее всего, ладьян F2, какой-нибудь крепкий ход. Я не мог понять, что это за позиция. Ну, я понимал, что у меня, ну, умом, наверное, хорошо, но... Ну, за качество отличная компенсация. С одной стороны, да, с любой стороны, ну, здесь Fd5 темповый ход, да, то есть там F3. Ну, я просто боялся, что какую-то, во-первых, не знаю, какой-то дивный промежуток и позиция, ну, там, прям прилично изменится. Вот, во-вторых, мне не очень нравилось еще конь E7. Да, здесь вот Fd7 довольно культурный ход. И как бы довольно монолитная моя конструкция, она рушится, да, то есть по идее. Я могу, наверное, куда-то увезти ферзя, ну, хочется его ставить, разумеется, на линии G, да, чтобы была угроза. Поэтому можно пойти, например, F6, вот, ну, и здесь уже, вот, на слон F3 везде ферзи 6ш, ферзь H3, как бы, да, то есть там он быстро вернулся в оборону. Мат не получается, да? Да, здесь ход F4, вот то, что Миша говорил, он считал, типа так, так, Fd6 он считал, ну... То есть не опасаясь ничего, да? Тут, да, то есть уже мы немножко открыли дороги для ладий, ну, возможно, здесь, опять, возможно, здесь у белых там хорошо, а, возможно, не очень, но, к сожалению... Ну, мне казалось, что должно хватить, потому что все-таки не настолько играл, а не настолько белые играли там вызывающе, ну, поэтому пошел на форсаж. Да, считать невозможно. Я B1, слон E2, ну, к сожалению, здесь вот F7, наверное, ближе к равной позиции, ну, то есть я не уверен, что у меня должно быть лучше, но мне как-то хотелось побороться, по крайней мере, тешил себя надеждой, чтобы поборечь. Идея в чем? Что после F7, во-первых, ну, везде, когда ладия уходит, в ферзи ходят, везде есть идея ладия B8, где-то, ну, проверить короля по восьмой, довольно не глупо. А во-вторых, ферзи возвращается везде на E3, что может быть еще важнее. Вот, по этой причине F6 ход, ну, почти, при случае почти проигрывающий, я, конечно, может, переоценивался. Оказался, да? Ну, я, честно говоря, не видел, что белым делать, ну, наверное, можно было лучше, чтобы как-то сыграть, но... Сама концепция, видимо, с изъяном, да. Ну, F7, это вот важный момент, в партии было так, ну, тут еще тоже обрадовался, но основная идея F6, Миша сказал, что он отзевнул, а F5, F5, допустим, слон F3, да, то есть... Почему нельзя сразу слон F3? Потому что фербет F8. А-а-а-а... Ну, на самом деле, ирония в том, что, я так понимаю, вариант еще можно продолжить, да, то есть... Король H7, да. Король H7. Там же мат по восьмому ряду. Нет, конь E3, значит, они ходят, и здесь как-то... Ну, да, здесь идея, что вроде бы ЛД3, но здесь ЛД2 сильный ход. А, и на G2 держится, да, да. Вот не надо торопиться с ходом. Да, в общем, короче, ну, с другой стороны, ЛДД5 выигрывает, поэтому, да. Ну, пришлось жертвовать, ну, я не уверен, может быть, FD8 был точнее, на самом деле. То есть тут нужно было выбирать из двух примерно логичных ходов. Ну, на F5, ЛД8, я забираю пешку важную на E4. Вот, далее... Не хотелось возиться в окончании, да, то есть... Не-не-не, там-то... Не, окончание-то хорошее. Мне просто не нравилось, что я Ферзя убираю на пассивную позицию. Ну, Ферзь отойдет, ну, его отойдет, там, ФБ4. То есть, по идее, ну, немножко Ферзь на G5 стоит оптимально, то есть, я вряд ли найду для него лучшую клетку. Вот, ну, как получилось, ну, единственный был момент, который меня, ну, не то что смущал, но мне казалось, что это забила хорошая попытка. Значит, FD7, ЛДЕ6, H3 ход правильный. Ну, тут можно было, по-моему, проиграть еще партику, но FG4. Получить ЛДБ8, король H7, КНЕ6, тематически, да. О, красиво, красиво. ЖФ взяли, ну, еще бьет Е6, ну, как бы я решил... Ян, ну, почему с автором не стал? Ну, зато стал с автором, Миша, то есть, это актержник Вах получил. Зато стал автором, да. Да, ну, и здесь после FG3, FH5, ну, как бы, да, наверное, принципиально было пойти FD8, король H7, КНЕ7, но я должен бить, бить. Хожу FF3. Да, теперь, видимо, надо ходить ЛДЕ1. Ну, я думал, что это скорее выигранно, то есть, честно говоря, ЛДЕ5, Е4, и у меня два хороших плана. Первый Е4, Е3, второй H5, H4. И я что-то долго думал, как здесь белым защищаться. Ничего умнее, чем FD7, с идеей FH3, я не придумал. Ну, то есть, можно пойти на ферзь D1, нет? FF1, ЛДЕ2. То есть, там, ну, к сожалению, это упаковка, то есть, вообще ничего нельзя сделать. ЛДЕ привязаны к первой. Еще и пешка на Э3 поставит. Пешка безумно далеко. То есть, ну, здесь, наверное, я пойду F5. Ну, я так понимаю, что справедливо Миша отказался от этого варианта, потому что, ну, здесь можно пойти как-то FD5, ну, тогда я веду эту пешку. А почему я могу F4 пойти под вскрыть? Ну, я не верю, что это держится, если честно. Как-то совсем похоже на пат. Вот, ну, может быть, какие-то есть тонкости, да. Ну, а как в партии, ну, король G2 попытка поддержать по напряжению. Ну, просто король H7, ну, опять FG4 опять проигрывает. FG4, главное, не ходить без нужды. У черных, в принципе, простая идея. FG6 теперь без, ну, допустим, какой-нибудь ход А4 мы сделаем. FG6 теперь без коней 7 нигде, да, ну, плюс мы короля улучшили. Ну, например, на ЛДЕ4 уходим просто ЛДЕ1. Следующий ход FH5. Либо вынуждаем размен ферзей, либо, ну, можно, наверное, на И4 сесть пешку по-хорошему, да, то есть там тоже вместо ЛДЕ1. А размен ферзей ни при каких раскладах нехороший? Ну, когда пока пешки далеко, мне кажется... Нигде крепости никакие не возникают, да? Ну, как, на А4 пешку мы не защитим, скорее всего. Пешка С тоже ее где-то по дороге полюс 7 ее поймают пару раз. Да, просто 30 ходов придется сделать. Ну, и плюс, как бы, я еще могу вместо размина ферзей где-то на И4, не знаю, там... Съедать, да? Затариться, да. Понятно, понятно. Ну, да, а как в партии король Ж2, король Ж7, ферзь Д8, ну, ферзь И4, ну, наверное, ферзь А4 был, ну, сравнительно с тем, что в партии лучший шанс. Ну, да, но тут уж... Ну, печально я беру на И4, просто лишние качества. Да, конечно. И четыре островка пешечных, да. Ну, да. Такие дела, да. Ясно, ясно, ясно. За другими партиями успеваешь смотреть? Ну, я и за своими, то с трудом. Не, ну, почему бы смотрел, конечно, вчера там пара... Ну, почти каждый день какие-то интересные партии есть, на самом деле. Ну, понятно. А вот какие-то там и теоретические варианты там можно там... Ну, да, да. Подсмотреть, так сказать, у коллег. Как тебе наша футбольная группа на чемпионате мира? Хорватия, Словакия, Словения. Мне понравилась какая-то шутка в интернете, так я, говорит, не понял, Словакия или Словения. Да, 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 народ постоянно сейчас спрашивает, да кто там наиграет с нами, Словакия или Словения? Ну, люди из географии не дружат. Ну, как-то интересно, да, что получается, вот просто... Все три страны, да, наверное, входили... Не, Словакия не входила, да. Я подумал, что это... Да, Словакия входила в Чехословакию, а Словения в Хорватии, а в Югославию. Конечно, конечно. Ну, вот у нас такая группа, да. Ну, не знаю, Кипр и Мальта, скорее всего, в роли статистов будут выступать все-таки, да, то есть там такие... Наверное, их, ну, то есть, конечно... Ну, у меня главный вопрос, второе место займем или нет? А первым я... Хотя, второе место, получается, это выход в стыковые, да? Нет, следующее, да, ну, продолжение отборочного турнира. О первом я не говорю. Сложно сказать, то есть, если будем играть как сейчас, то, наверное, сложно будет. А если как-то, ну, получится оптимальный состав, чтобы там все выздоровели, там, наверное, ну, чтобы там как-то разместить на поле, там, Головина, Мирончуков, там, всех на свете, чтобы там... Чтобы Мирончуков был отдохнувший, да, как бы, чтобы там... Мирончуков Стас не любит, ты понимаешь, Мирончуков, ну, сознательно, по-моему. Ну, я, например, Стаса не люблю, ну, что теперь, как бы, то есть... Ну, после его интервью, известного, да, его многие сейчас не любят, да, но видно, что он некоторых футболистов сборной России вот просто сознательно. Ну, просто сейчас, если начать рассуждать на футбольные темы, это может далеко уйти про то, что... Ну, а как, это же самое интересное, что... Ладно, друзья, придется нам свернуть, мы бы сейчас с Яном еще часок поговорили, но... Костя бы поперемывали, да, там... Да, 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 особенно сейчас после таких событий, после 05 в Сербии, после интервью Черчесова, вот, извините, мы сейчас можем футбольные передачи сейчас вести с удовольствием. Ладно, Ян, спасибо и успехов в дальнейшем, главное, главное, держись, не болей. Спасибо.